Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Большой привет всем, кто смотрит и слушает первые и единственные в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна-ФМ». Программа «Лучшее в стране». Я Александра Хайрулина. И хочется мне начать программу обычными словами. Сегодня у нас в гостях, но я просто не могу этого сделать, потому что этот человек у нас не в гостях, он практически у себя дома. Но как иначе можно сказать, если мы видим в эфире практически в сутки минимум 20 раз. И не просто смотрим и любуемся, а еще и погружаемся в прекрасный мир поэзии. Да, Соломонова в студии телерадиоканал «Страна-ФМ». Добрый день! Привет, привет! Мне очень приятно. Ну а нам как приятно. Я думаю, что нашим зрителям тоже теперь вдвойне приятно увидеть тебя. Ну, в жизни, скажем так, непостановочная такая история, съемочная, хотя невероятно всегда искрометная, яркая и интересная. Спасибо. Юлечка, дорогая, ну давай мы начнем так с тобой программу. Как, расскажи, живется красивой молодой поэтессе в настоящее непростое время? Ой, страдаю, но чем больше страдаю, тем лучше получаются стихи. Хотя у меня какой-то саркастический период, у меня что-то лирики мало в последнее время. В основном такой сарказм, такой жесткий. Наверное, это связано все-таки со временем года. Может быть, лирика пойдет к осени? Я думаю, нет. Это связано с тем, что я стала... Неужто потому, что чемпионат мира по футболу грядет? Нет, просто моя аудитория увеличилась, и там много мужчин. А я с мужчинами... Они размножаются, да? Они есть, во-первых. Все женщины говорят, боже мой, не осталось мужчин. Они все в ютубе. Девочки, и все на канале Соломоновой. Так что если вы думаете, где познакомиться с классным парнем, с потрясающим чувством юмора, вы знаете, куда обращаться. Ну да, с чувством юмора там все хорошо. И периодически я как начитаю с этих комментариев, вот у меня рождается сарказм. Такой вот, более мужской, чем женский. То есть если раньше мои темы были, там, силиконовая грудь, ботокс, брови... Вот лирика, это лирика, конечно. Это наша девочкинская лирика. То теперь у меня почему-то, как есть такое слово, заходит. Заходят стихи одна дает, другая не дает, например. Про бывшую. Так. Это что-то новое для меня. А скажи, пожалуйста, хорошо, ты сказала, что вот мужская аудитория увеличилась у тебя, и она такая думающая, раз что-то пишет. Или это просто, или это чаще восторг. О, крутые там глаза. Нет, они оценивают глубину декольте. То есть если декольте глубже, то значит хорошо. Менее глубокое, значит плохо. Это очень хорошая аудитория. Здесь же можно даже не напрягаться и особо не думать. Рифма не в рифма. Попало не попало. Все равно лайкнут, если будет глубокая декольта. Да. Ну, либо юбка должна быть короткая. Так и пишут, даже не скрывают. Стихи я не слушала, девушка понравилась. Ну, приятно, приятно. Слушай, это замечательно. Это вдвойне приятно всегда зрителям и поклонникам, когда и есть на что посмотреть, что за цикей, что послушать. Друзья, у вас тоже есть возможность, кстати, прям живьем воочию, увидеть Соломонову прям буквально через несколько дней. Двадцать девятого мая в театре на Малой Броне у меня будет концерт, посвященный моему восемнадцать плюс летию. Юбилей будет, скажем так? Нет, нет, не юбилей. Нет, нет, еще подождите, можно хотя бы еще чуть-чуть не юбилей. Еще годик до юбилея. Так, в театре это будет... Это будет поэтический концерт. Поэтический праздничный концерт. Да. Мы давайте разыграем два пригласительных. А мы обязательно сейчас разыграем, но сначала я должна выпытать у тебя подробности, потому что люди сразу должны понять, нужно ли им бороться за эти билеты или, может быть, нет. Это будет новая программа. Так. Стихи, которые уже набрали много лайков в сети, но я их еще никогда не читала со сцены. Я их прочитаю и прочитаю самое популярное, чтобы... Потому что каждый раз бывает вопрос, ну а где же вот этот вот наш любимый-то? Ну вот чтобы без любимого не обошлось, будет любимое и новое. Трэк, говорят, уже классика и новое что-то обязательно. Это будет больше даже, ну не то, что песенные, но это будут музыкальные номера. Я-то не пою, да, но это будет такой... Нет, но у нас в эфире не поешь. Например, питерский рэп под гитарку у нас будет. Рэп. Питерский рэп под гитарку. Это удивительно. Это новый жанр. А декорации какие-то, может быть, безумно дорогие уже готовые? Нет, у нас будет проекция. У нас будет проекция. Ну это, кстати, да. В наше время только так. Какие-то гости планируются ли, известные? Ну, может быть, не знаю, там Коля Басков споет или кто-то еще придет. Нет, будут я и Андрей, а гости будут зрители. Андрей, Андрей, это кто сейчас? Это мой брат. Это мой брат, который мне помогает. Там, где нужно вот прям спеть или станцевать. Он пьет, танцует... Пьет, танцует... Не зря, наверное, все-таки такая говорочка была. И будет чуть больше музыкантов. То есть это будет такая мелоди-кламация, больше под музыку. И более веселая, нежели трогательная. То есть это будет веселый концерт. Вот как это важно сейчас, как это важно. Спасибо тебе большое, потому что хочется прям хорошего настроения. Прям давай сейчас срочно на 50 секунд устроим это самое максимально хорошее настроение. Друзья, смотрите, слушайте. Соломонова. А кто у нас сейчас с ним может быть в эфире? Во мне пробудился багдадский вор. А вору одна дорога. У девки на фитнесе груди вор. Так хочется их потрогать. Следила за девкой четыре дня, такой настоящий стимул. За все эти дни не смогла понять, свои или нарастила. Откуда у девки такая грудь? Обычная с виду краля, стандартная попа, сиськи, круть. Я точно бы их украла. Пойдет в расстивалку, долой ли фон, ну типа кому стриптизу. Тихонечко сфоткаю на телефон и сделаю экспертизу. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Ну лучше, абсолютно точно, для многих и многих в нашей стране уж точно лучшая ПТС в эфире телерадиоканал Страна ФМ и вообще, надо сказать, единственная Соломонова. Солочка уже пригласила всех вас, друзья и нас, скажу честно, сразу на свой день рождения, 29 мая, театр на Малой Брунной. А вот сейчас смотрю на небольшую афишку, и что же вижу. Ваши зрители ждут лирика, сарказм и шампанское. Вот это обязательно, я думаю, нужно сказать, потому что для многих это является решающим фактором. Нет, это на самом деле такая хитрость. Вообще поизию принято. Вот представьте, что такое слушать стихи. Я как-то ходила с мужем и с лучшей подругой на прекрасных поэтов, они читали потрясающие стихи. Я поняла, что муж уже через час уже меня проклинал, подруга уже через полчаса. Я с удовольствием послушала. А ты к тебе ни по чём всё это слушала? Ну, я же поэт, мне это было очень интересно. И я поняла, что поэтический вечер должен быть очень лёгким. И лёгкость поэтического вечера очень зависит от бокала шампанского. А он будет 29 мая, правильно? Да, поэтому можно прийти не к 19.00, а чуть-чуть пораньше, чтобы сфотографироваться. Это зависит будет от количества там шампанского. Шампанского я заказала как надо. Достаточно. В прошлый раз мне почему-то вернули бутылок 50. Я сказала, значит, в этот раз нам нужно больше официантов, чтобы все успели это выпить, распить. И мы обязательно будем фотографироваться. Там шикарная лестница, там есть и зеркало для селфи, и просто лестница. В общем, все фото получаются шикарные. В общем, одеваться нужно соответствующим образом. Ну и, конечно, самое главное, что мы должны сказать, что сейчас у поклонников твоих и поклонниц есть возможность побороться за два билета на предстоящий концерт. Скажем так, конечно, сразу победитель будет один, который получит два билета, а еще несколько человек, которые тоже справятся с заданием, но несколько слабее и хуже, чем победитель, получат книжки Соломоновой. Ну нет, ну не слабее, просто победитель всегда один. Один, да. Да, остальные просто участники, за участие, за яркое, красивое участие. В общем, теперь, друзья, внимание, задание. Ну как вы думаете, какое оно может быть от поэтессы? Мы будем искать рифму. И не просто так, первое попавшееся слово, у меня постоянная проблема. Мало рифм к слову айфон. Вот мало. Оно просто постоянно используется. А, конечно, оно в наше время бездельно. Можно даже не только айфон, давайте телефон. 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 Рифмы, к слову, телефон. Или же можно айфон. В общем, даже на выбор, друзья, у вас. Ну а теперь, внимание, объявляю, вы можете воспользоваться либо ватсапом, либо вайбером, либо смс-сообщением. Номер 8909-9281-89 и 9909-9281-89 и 9909-9281-89 и 9. Дерзайте, пожалуйста, обращаю внимание, что концерт Соломоновой в день рождения 29 мая состоится в Москве, в Театре на Малой Бронной. Поэтому, пожалуйста, конечно, за билетики боритесь, жители, гости столицы. Ну а за книжки вы можете побороться. Можно подарить кому-то, например. Позвонить своей подружке, другу опять-таки сказать, тут такое дело, тут такое дело. Я, конечно, Юль, очень хочу попросить тебя прочитать что-нибудь в нашей студии здесь, потому что твои видеозаписи, твои такие маленькие фильмы мы смотрим очень часто в эфире и в этом части еще посмотрим. А сейчас, если что-то ты нам подаришь, мы будем... Лирическое. Нет, саркастическое и веселое. Потрясающе. О счастливой супружеской жизни. Я как майская роза, стройна и свежа, пью водичку, не ем углеводов. Мужика раскормила, чтобы он не сбежал, ибо были попытки у водов. Помню, помню, его замечательный пресс с прессом вел себя подло и пошло. Если вышел на пляж, значит, к бабам полез. Типа тренер по плаванию в прошлом. Путь, жидая теперь для него тупиков, не пестрит комплиментами личка. Если вышел на пляж, значит, в руку пивко, а в другую крутое яичко. Если сунется к бабам, так те засмеют, скажут, не приставайте, мужчина. Между прочим, я так сохраняю семью. И во вторник у нас годовщина. Браво! Такой лайфхак. Ой, спасибо. Сама себя похлопала. Кстати, тебе пишут в социальных сетях слова благодарности именно за то, что благодаря тебе они стали легче смотреть. Какие-то свои комплексы, проблемы, не знаю, ситуации в жизни. Так часто мне пишут, что у меня есть какие-то скрытые, скрытый талант психолога, что такая сложная ситуация, я написала такие легкие стихи, как бы ей так страшно. Но мне кажется, нам же девочкам что знать, что ни одна я такая дура. Очень приятно, когда ты понимаешь, что твоя проблема типична. Она сразу становится какой-то не такой сложной. То есть моя проблема типична. Муж гуляет, у всех гуляет, эй, не страшно. Поправилась. Все поправились, не страшно. Дети не слушаются, всех не слушаются. Ведь когда мы смотрим в соцсети, все же идеальные. Мужья у всех идеальны. Ни у кого нет лишнего веса. И всегда хорошее настроение и улыбка. И всегда новые наряды. А когда ты понимаешь, что у людей такие же проблемы, как у тебя, тебе становится так хорошо на душе. Вот. А я как раз тот человек, у которого есть все виды проблем. Ну а со своими проблемами ты каким образом поручишься, скажи? Тоже прочтешь себе стихотворение или включишь? Пишу, я пишу. Ага. Я даже иногда ловлю себя на том, что когда мне прям сильно плохо, вот бывает так плохо. Безвыходная ситуация, все. Страдаешь. Я не знаю, ну, сложно описать это состояние, апатии. И в этот момент какой-то такой маленький чертик говорит, конспектируй, конспектируй. Мне кажется, я уже рассказывала, как меня штрафовали на таможне. я сижу и записываю, значит, ой, плачу. Он меня спрашивает, а что вы? Говорит, заявление на меня составляете? Я говорю, нет, я писатель, я конспектирую чувства. И потом я написала сказку о добре. И честном таможеннике Иннокентии. Боже ты мой. А как это происходит? Все-таки вручную или ноутбук? В заметке. В заметке. В телефоне. Да. В телефоне. Друзья, как раз то самое слово телефон, айфон, рифму нужно подобрать на которое, или же айфон. И если ваша рифма кажется, ну, самая обалденная и понравится по этой си, это вы отправите. Это на самом деле очень сложное задание. Мне так кажется, что я уже знаю все рифмы. Я уверяю тебя, Солочка, что наши зрители и слушатели тебя могут удивить и скорее всего они это непременно сделают. Я хочу, чтобы мы с тобой немножко поговорили о твоих гастролях, которые сейчас, мне кажется, просто бесконечно, беспрерывно. Ты вообще дома бываешь? Какие-то есть? Да, я бываю дома и у меня договор с семьей, что я могу ездить в будни, а на выходных я должна быть дома. Это такой вот обязательный пункт в договоре, иначе с семьей, в договоре с семьей. В договоре с семьей. То есть у меня все контракты с семьей, ты должна так-то. Ты же даже недавно побывала в Израиле впервые со своими сольными концертами. Это было чудесно. Это был такой шикарный концерт. Мало того, что я там увидела зрителей, которые ходили ко мне в гнездо глухарят. Да ты что? Да. Но они специально поехали туда? Или они сюда приезжали из Израиля? Ну, они просто живут на две страны. Понятно, понятно. И эта публика с таким чувством юмора еще нигде так не зашло стихотворение о стилисте Матрёне. Именно в Израиле. Да, очень. Это был... Обычно, ну, там, посмеялись. Два раза посмеялись, три раза посмеялись. Ну, сильно посмеялись. Но чтобы вот смеялись, смеялись, смеялись и смеялись, оказалось, что там был конкурс среди нескольких тусовок модных дам. Так. И они должны были составить образы и прочитать в этих образах мои стихи. Это было так приятно. И эти все дамы пришли, и когда они этого стилиста Матрёны услышали, этого вам не нравится. Вы кто? Ну, это смешные стихи. А были стихотворения, которые именно там, в Израиле, как раз-таки не зашли? Нет, все зашло. Все зашло. Я просто хотела, у меня истинная съездить на спортивной, но я потом поняла, что каска там точно нет, и, наверное, проблемы тети Кати, наверное, тоже не очень актуальны. И я просто убрала. Ну, вот снег, несмотря на то, что снега-то нет, снег тоже все так ностальгически вспомнили. Срединки покатились. Возраст приблизительно тебе удалось как-то так средний понять? Ну, мой возраст от 20 до 60. Средний. Самый прекрасный возраст. Самый шикарный возраст. Нет, дальше еще лучше. Так, у нас сейчас перерыв, мы совсем ненадолго прервемся, но, правильно ли я понимаю, что сначала мы посмотрим и послушаем Соло Монова? Это будет Оракул, одна из тоже новых работ поэтессы. Ну, а после чего небольшая реклама. И, конечно же, мы вернемся снова в студию. Оставайтесь с нами. Скажи мне, Оракул, хранитель традиций, где правда на свете, скажи. Мой юный невольник, случилось родиться, приходится жить. Лукавиш, Оракул, вопрос не отвечен, что жизнь, как ее трактовать. А жизнь — это утром вставать, а под вечер усталым ложиться в кровать. А где же свобода? Земля Палестина свободней, чем горный Тибет. Вот ты выбираешь себе господина, и он объясняет тебе. Оракул, а есть ли картофель вкуснее, чем тот, что хозяин мне дал? Зачем тебе правда? Подружишься с нею, и горькою станет еда. Последний вопрос, а стена крепостная, граница сознания. Чшшшшш. Мой юный невольник, чем меньше ты знаешь, тем более счастлив. Молчи. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. А у нас, друзья, в студии Соломонова и 29 мая. Это следующий вторник. День рождения. Замечательный поэтический вечер, концерт в театре на Малой Бронной. У кого-то из вас есть возможность отправиться на это потрясающее событие, мероприятие, но, правда, нужно побороться за билеты. Слово придумало нам задание. Сложное задание. Сложное задание. Нужно придумать рифму на слово «телефон» или же «айфон». Это уже супер такое. Здесь дело в том, что вы еще не просто боретесь за билеты, вы еще и помогаете поэтессе, потому что, как сказала нам Юля, просто слово, конечно, в наше время без него не обойтись. И рифмы уже как бы закончились. Все мои, да, я уже исчерпала, мне нужны новые. В общем, ваш вариант ответов мы принимаем на номер 909-928-1-89-9. Вот сапвайбер, смс-сообщение, пожалуйста, используйтесь. 909-928-1-89-9. Итак, рифма к слову «телефон» или к слову «айфон». Удачи, я знаю, что вы не подведете. Солочка, ты обещала нам рассказать в предыдущем выходе одно из своих произведений. О стилисте Матрёне. Пожалуйста. Но нужно, я попросила, чтобы мне принесли реквизит. Обязательно нужны очочки. Так. Я начинающий стилист Матрёна из Калуги. И всем, в ком деньги завелись, я подбираю луки. Я стриженная под каре, в очочах типа киса. Хвалите же меня скорее прекрасного стилиста. Я собираю мастерски, наряды для тусовки. И босоножки под носки, и шубу под кроссовки. Стиль называется спортшик. Париж давно на спорте. В нём все фигуры хороши, и вы со мной не спорьте. А кто от спорта подустал? Кому нужна нирвана? Есть нечто лакшери. Бомж-стайл. Ну типа рвана-рвана. На молодёжь за пару сек. Мне с молодёжью проще. Стиль импозантный дровосек. И борода-извозчик. А вам не нравится? Вы кто? Васильева Алёна. На вас дурацкое пальто и редикюль палёный. Вы как колхозница с полей, вот только отпустили. У вас же возраст соболей. Вам нужно быть на стиле. Я разбираю гардероб, как ниндзя. Да жерещи. В чём замуж, в чём ложиться в гроб. Ну базовые вещи. А можно просто заказать мой курс за 8300. Теперь вы драная коза. А станете актрисой. Не надо жертв для красоты. А надо много денег. Читайте ранние посты. Там масса наблюдений. Полезнейшая болтовня. Доступна немудрёно. И подпишитесь на меня. Офишал Матрёна. Сколько же действительно таких матрён в интернете просто не сосчитать. Спасибо тебе большое. Я сама подписана на маску. На парочку таких матрён. А больше дальше? Да, я очень много на стилистов подписана. Я. Я у них приглядываю луки. Я подписана и на наших, и на Нуделя Русса. Ну да. То есть я мониторю. Так это молодец. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя мысли, может быть, открыть школу по стихосложению? Ой, нет. Или, может быть, это какая-то лаборатория поэтов? Нет, нет, нет. А почему нет? Это вполне же выгодная история была бы. Сейчас только вот заявила, что с воскресенья начинаю. Сколько бы людей потянулось? Ну, для того, чтобы быть учителем, я считаю, нужен дар, а не желание заработать. Поэтому у меня нет дара учителя. Я бы не хотела... Мне кажется, ещё учителями становятся те, кто хочет уже от молодого поколения чего-то набраться. То есть этот этап у меня ещё не наступил. Да ты что? Когда мне нужно... Конечно. То есть это преподаватель, в общем, человек, который нуждается даже? Конечно. В ком-то? Ну, во-первых, в энергии. В энергии. Ну, у нас не принято говорить об энергии, её же нельзя потрогать. А она же есть. Любовь — это энергия. Любовь учеников — это энергия. Для того, чтобы учить, нужно что-то большее, чем просто желание заработать. Мне очень часто предлагали, давай ты сделаешь мастер-класс, как писать стихи. Да, это очевидно, я понимаю. Я говорю, давайте я сделаю концерт, мы точно так же прекрасно выпьем, я почитаю стихи. Это и будет мастер-класс. Нет, ну, мастер-класс — это дорогие друзья, стихи пишутся так-то, так-то. Это сразу, ну, сразу неинтересно. Это же как-то слишком бытово. Стихи, они падают с неба, иногда очень больно бьют по голове. Какая цитата, запишите, пожалуйста, друзья, потому что сможете, может, где-нибудь использовать. У нас уже огромное количество вариантов пришло, но мы попозже будем зачитывать сразу. Да давайте уже что-нибудь зачитаем. Я думаю, что да, нужно все-таки. Друзья, давайте вот претенденты, познакомимся с ними, кто очень хочется отправиться. 29 мая на концерт праздничный, в день рождения, на поэтический вечер Соломоновой в театре на Малой Бронной. Так, ну что, помчались, значит. Я потеряла вот тот замечательный вариант, который тебе прочитала. Пьяный гном. Да, был пьяный гном, значит. Мы за него дадим жалобную книгу, потому что айфон-грифон, айфон-патефон, телефон-удовлетворен, видеомагнитофон, граммофон, айфон-марафон. Это сразу один человек прислал, да. И дальше посыпались. Барон, электрон, патефон, фельетон, небосклон, полусон, шансон, пардон, пижон, покемон, биатлон и даже, ну вот, средства гигиены известные здесь тоже. Луи Витон опять, вратарь Буфон, за понтами марафон, почему понты здесь, ну, как-то так. Ну, марафон, хорошее слово. Папаролон, недозвон, гвидон, синтепон, вавилон, картон, дракон, флакон, пардон, терамон, солдафон, баритон, микрофон, полигон, синхрофазотрон и купидон. И это еще далеко не все варианты. Это шикарно. Мне пора на пенсию. Друзья мои, продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Я думаю, пока сейчас у нас Олманова запишет эти все варианты. Да, 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 я запомню, но пока у нас, как этот лидер, вот у кого первые вот все эти были деньги. Сейчас мы еще во время коротенькой паузы еще с тобой прибежимся, а пока же все будут смотреть и слушать снова на тебя. Я могу целовать тебя сколько угодно. Может быть, парочку слов скажешь? Это стихи о любви к сыну. Класс. Ну, не только о любви, еще и о том, что надо отпускать иногда. Смотрим, слушаем, и самое главное, оставайтесь с нами. Я могу целовать тебя сколько хочу Ты смеешься, а я целую Пресвятой Богородице ставлю свечу Тянут певчие аллилуйя А начнут крестить попрошу ее Пусть погонщик придержит возже Чтоб весенний Рим и ночной Нью-Йорк Ты увидел на только позже Время тройка погонщика двух крылах А вокруг него бездорожье На беду Богородица родила И на счастье, на счастье тоже Мальчик должен шагнуть из родных дверей Обтесаться и опериться Потому бережет она матерей От излишнего материнства Отпустить это подвиг И страшный стыд Отпускают грехи и птичек Идеалы возвышенные и чисты Но никто не сумел достичь их Почву, чтобы оставить след Безрассудный не выбирай ты На трудах о божественном ремесле Нет конкретного копирайта И любовь постигаем мы по чуть-чуть Где-то добрую, где-то злую Я могу целовать тебя сколько хочу Ты смеешься, а я злую Лучшее в стране На телерадиоканале Страна.ФМ Ведущая Александра Хайрулина Соломоновы у нас сегодня, друзья Смотрите обязательно, если вдруг вы по какой-то уважительной причине Слушаете нас в машине, в приемнике Лучше включайте приложения, телевизоры, ноутбуки Что у вас там есть, любой гаджет И посмотрите, полюбуйтесь на красоту Ну и, конечно, слушайте, вынимайте, потому что что ни слова У нас сегодня поэзия Как тебе кажется, Сол, скажи, пожалуйста Когда уже появятся твои прекрасные произведения в школьной программе? Может быть, уже поступали подобные предложения? А мы не в курсе? Ну, для школьной программы я пока немного написала Надо написать побольше Так Ну, что-то есть у тебя уже в столике Где-то хранится в файликах Лирика, она вполне подходит Ну, скажи, хотелось бы тебе? Вот в школьную программу? Ну, обычно после смерти, как быть, можно еще немножко поживу? Что ты? Ну, что ты? Еще как-то, что пусть годы помедленнее тянутся Дети остаются маленькими Я молодая, а школьная программа подождет Хорошо, а если бы тебе предложили принять участие в потрясающей акции «Тотальный диктант»? Я принимала участие как диктатор Нет, нет, ну, дорогая моя А написать текст? О, боже Это было бы ужасно сложно Мне бы очень нравится везде ставить тире Ну, потому что стихи — это в первую очередь ритм И даже иногда вообще без знаков припинания можно писать Особенно современная поэзия Она любит, когда все с маленькой буквочки И без знаков припинания ты просто это по разным строкам разносишь И тогда это легко читается Потому что когда начинается с двоеточья Перечисление, точка, запятой, тире То это тоже немножко сложно Сложно, особенно если структура какая-нибудь вот такая вот хитрая А тут же очень важно, чтобы вот эти люди, которые пишут диктант Они угадали, что ты там хочешь поставить Текст, который я диктовала в этом году Я бы никогда в жизни там двоеточие не поставила Так, осторожно здесь, пожалуйста, Солочка У нас как раз вчера была в гостях автор этого самого текста Это чудесный текст Бузель Яхина Да, чудесность Вот, я его диктовала Но вот там двоеточие И я понимаю, что только экстрасенс Или со знанием Ну, наверное, это действительно тест на знание русского языка Вы сейчас прям тебя люди слушают, которые принимали участие в написании диктанта И прям легко становятся на душе Ну, там прям хочется поставить тире А там стоит двоеточие Ну, это же... И после этого я везде стала ставить двоеточие Значит, и польза для тебя была в этом диктанте И все-таки, если вдруг, вот сейчас говорят, уже решают Кто на следующий год будет из авторов принимать участие И все-таки вот решено Соломонова Стихотворение Нет, у меня есть маленькие рассказы прозаические Вот про Иннокентиев Нет, у меня не подходящие рассказы для тотального диктанта Хотя есть довольно забавные Называется Вот, кстати Волшебный портсигар называется Про то, как я пишу рассказы в стиле Тефи Это называется Тефи из неизданного Ну, вот сейчас что-то я опубликую Самые лучшие это... Груди Ивановой Да, это не написано Это лучший рассказ В общем, организатором натального диктанта Есть из чего выбрать Не из чего выбирать Есть, есть Там все такие, понимаете, темы Темы, несерьезные темы Давай мы что-нибудь из классики прям посмотрим Сейчас и послушаем И скажем Чувствую рядом бабы Школьную программу Где ты, мой милый? Здоров ли конь? Как на чужбине климат Свечку зажгла у святых икон А на душе тоскливо Снился мне ночью неравный бой Ты, а вокруг арабы Чувствую, милая, беда с тобой Чувствую рядом бабы Снилось мне ночью, что ты в плену Сердце от боли сжалось Хочешь мучить или прокляну Им затуплю кинжалы Кабы могла твою боль унять Всю забрала тогда бы Только предчувствие у меня Чувствую рядом бабы Снился мне ночью Девятый вал Страшная непогода Видела, как ты держал штурвал И уходил под воду Чувствую выброшенной волной Плачешь под бао-бабом Выжил один ты А все равно Чувствую рядом бабы Как вот тебе это так тонко удалось подметить? Ну как? Я картинку увидела в интернете Знаете, как Эммонзи Ну нет, даже я не знаю Как-то очень примитивно нарисованная девушка Палка-палка огуречек Лежащая на подушке и вокруг Бабы, бабы, чувствую рядом бабы Где он, котики, там что-то толстое Надо худеть И я поняла И у тебя тут же Я тут же поняла, что это я, во-первых И все, надо сказать Просмотреть правде в глаза Солочка Когда на твоих концертах Ты читаешь всех Ты делаешь иногда, как некоторые артисты Мне нужна ваша помощь И там начинаешь Я чувствую рядом А зал бабы Я обычно говорю Мне нужна ваша помощь Дайте кто-нибудь мужчину На один номер Вот так я делаю Ну, чтобы материально сразу помогали Не словом И что здесь происходит? Мужчины крепче начинают сжимать в руках? В зависимости от города В зависимости от города Бывает Да, бежим А бывает Я помню У меня был концерт в Тюмени Там был один всего мужчина Это был клуб Они его не дали В смысле много девушек И один мужчина Да Они его не дали Они сказали Нет Пусть здесь посидеть Почему он такой пристал И вот так сидеть Спокойно Посидеть Я говорю Тогда я вам вот так прочитаю И все равно это сделала И так прочитала Ох, какие женщины Твой самый первый концерт Расскажи немножко о нем, пожалуйста Твой самый первый выступление Ну ты же вот долго Ты уже популярна Известна Ну пусть там не огромному количеству Но большому количеству Аудитории в интернете Уже тебя знают И вот первое выступление Первый раз Встреча Глаза в глаза Когда у меня был Это называется сольник Мне уже сказали Сольник, сольник, конечно Это был спектакль Это был даже не сольник Когда я поняла Что мне нужно сделать Какое-то выступление Есть и площадка И все И есть зритель И нужно просто взять И поставить это Я сказала Ну я же режиссер Я же не могу просто выйти И стихи читать Кому-то интересно Я взяла еще артисток Они сейчас известны Благодаря тому выступлению Как раз с тобой Я думаю, да Но они были студентками Тогда А сейчас они уже Закончили в ГИК И они активно снимаются И в клипах И в телепередачах Ну твои ощущения тогда Что ты испытывала? Да это был ужас Я испытывала такой стресс Я сидела за этой кулисой Мне надо выходить И думаю, боже Как бы это пережить Сидела бы и сидела в интернете Так бы страшно Зачем я сюда пришла? Зачем? А потом я вышла Начала читать эти свои стихи Немного заикаясь И зритель такой И начал смеяться Я такая думаю Вау Они смеются И шикарно прошел Этот мой короткий спектакль Но я специально его сделала Коротким В тестовом режиме Назовем так Я читал, захотел Не прочитал Зритель реагирует Он дарит тебе эмоции Ты даришь ему Идет вот этот обмен Друзья, обмен Вот этот самый О котором Соло говорит Состоится обязательно 29 мая В театре на Малой Броне Поэтический концерт В день рождения Между прочим Так что это у вас Не просто поход На поэтический концерт Это еще и Вы являетесь Приглашенными гостями На день рождения Прервемся ненадолго Очень скоро вернемся в эфир Будьте с нами Потому что не с горами И подведение итогов Нашего конкурса Лучшие в стране На телерадиоканале Страна ФМ И Соло Монова, друзья Сегодня с стихами Уже хорошо известными Нам и с абсолютно новыми Не могу отпустить Любимую поэтыцу Без новой какой-нибудь Свежей работы Юль, если можно Прочитай нам что-нибудь Пожалуйста Это стихотворение Загадка Итак Вот две Одинаковых Черных машины Одна из них дамы Другая мужчины Стандартные фары Стандартные кресла Но есть и различия Что интересно У первой внутри Ни малейшей улики Кто водит Спортсменка из теннисной лиги Серьезный банкир Многодетный папаша Салон не затертый Ничем не пропахший Не надо вздыхать На вторую глазе Салону второй Что-то вроде музея Музея войны И крестьянского быта Она экспонатами Плотно забита В ней все От кофейных бумажных стаканов До теплых тулупов И волчьих капканов В ней все От кокошника До кринолина И запах От корюшки До нафталина На заднем сиденье Килиманджаро Следы от обеда Следы от пожара Везде отпечатки Подсказки Улики И детская соска На коврике Липком Вопрос задает Автомойщик Виталик Вопрос знатокам Сопоставив детали Как можно узнать По салону машины Которая дамы Какая мужчина И кажется Ответ абсолютно очевидный Но всякое бывает В нашей жизни Мне кажется Но ведь очевидно же Что вторая Это женская Соломонов Друзья Это кстати премьера Правильно я понимаю Юля В нашем эфире Спасибо тебе огромное Надо сделать ролик Я думаю Что я сделаю С кем-нибудь из блогеров На кто автотемой занимается Скажи пожалуйста Ты пока Не задумываешься о кино Ведь прекрасное образование И даже кинонаграды Ну да не Оскар Но тоже достойный очень Ну попозже Попозже Все таки не исключено Да позже Нужно сначала клипы снять И может быть даже Какой-то целый Поэма длиннющая У меня есть поэма длиннющая Нет Ну поэма Это немножко сложный жанр Ох у нас осталось Ровно три минуты И мы подводим итоги Друзья 29 мая День рождения Путический концерт Театр на Малой Броне Соломонову приглашает вас Ну а вы Сегодня подбирали Рифму К слову Телефон Кто-то подбирал рифму К словам К слову Айфон Быстренько зачитаю Что нам успели Здесь еще записать Боже 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 Мой Сколько же вариантов Бастон Граммофон К слову К слову Вы помните 29 мая В Рарти У нас будет концерт Второй день Второй день Дня рождения Причем надо сказать Что там будет что-то И отличаться От концерта в Москве Ну чуть-чуть да Мы обязательно что-нибудь Питерское вставим Потому что что-то прямо Очень есть московское Что-то очень питерское Время еще в Ярославле Ярославль Ярославль Послезавтра в Ярославле Друзья Ну я уверена Что Ярославль Уже все билеты скупила Уже ждут Уже подбирают наряды И волнуются И учат стихи Ну а жители Москвы Юлия Спасибо тебе большое Спасибо большое За то, что ты сегодня пришла Приходи к нам пожалуйста Почаще Очень приятно Всегда и радостно И читать твои работы И конечно же Любоваться тобой Причем здесь и мужчины уже И женщины Едины в своих порывах И читай твои книги Мы не сказали же О том, что у меня будет новая До 29-го Я думаю, что я не посплю Еще пару ночей И у меня будет Новая книга Это будет Телефонная книга Телефонная, да А уже осенью Твой телефон Там могут поклонники найти? Номер телефона твой Нет, там будет количество Пропущенных вызов На моем телефоне Я сделала скриншот А осенью ты стала говорить? А осенью у меня выйдет Прям такая серьезная книга Это у меня книга по требованию Я с ними работаю Кстати, молодые авторы Кому интересно Вот с ними очень удобно Работать Что будет осенью? Осенью толстая книга В издательстве АСТ Стихи Ждем, друзья Соломонова Бурная овация Юля, спасибо Спасибо большое И любим Очень И с наступающим Днем рождения Спасибо, спасибо, спасибо Программа «Лучшая в стране» Оставайтесь со страной Редактор субтитров А.Семкин» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова